Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего выпуска – какие мужчины любят инстаграмчиц, истеричек, да? В общем-то, если вы не знаете, кто такой истероидный тип, или вы смотрели на другом канале видео о истероидных типах, то лучше посмотрите, пожалуйста, мой видео выпуск о истероидах, чтобы не было потом, ну, каких-то недоразумений, да, не, соответственно, недопониманий. А мы начинаем. В общем-то, смотрите, что такое истеричная женщина, или даже истероид-мужчина какой-то красивый, причесанный. В первую очередь это демонстрация и социального статуса. Все-таки истероид стремится быть ярким, заметным и, ну, немножечко тоже грандиозным, как что-то есть похожее у нарциссов, недаром в ранней психиатрии они, как бы, истерическое расстройство, оно было внутри нарциссического, все эти признаки, симптомы объединяли. Так вот, жили-были вот такие истероиды, и так как они демонстрируют нам и женщине все-таки какую-то привлекательность, да, желание, так скажем, физического обладания ими, то, конечно, могут выбирать истеричек ради статуса социального. И нарциссы могут это делать, и у пилептоида повышенная, все равно бывает желание подчеркнуть свой социальный статус, такое есть, ну, как бы подчеркнуть свою власть. И он просто как игрушку может держать такую вот девочку. Ну, серьезно, конечно, он к ней относиться не будет, он будет всегда понимать, что это просто для куклы, для вот сейчас эскорта какого-то, да, для тусни. Вот. Так скажем, дома поиграться, людям показать. Но он будет отдавать себе этот отчет. Нарцисс не отдает это себе отчет напрямую. У нарцисса нарушен диалог с собой, так скажем, поэтому он будет это чем-то другим оправдывать, по-разному, какими-то своими грандиозными идеями, какими только один бог знает. Ну, всегда это будет чем-то оправданным, чем-то типа, ну, как бы объяснено, но он не будет отдавать себе отчет до конца, контролирует он ее или не контролирует. Они, кстати, очень часто так ошибаются, нарываясь на таких же женщин-нарциссах. Те их, соответственно, очень сильно урывают, да, того партнера, кто, ну, так скажем, оказался поглупее. Вот. Поэтому, соответственно, здесь нарциссы могут так делать. Паранояльный вряд ли будет выбирать девушку-истеричку. Гипертим случайно может остановиться на девочке-истеричке. И, соответственно, в принципе, никому больше эти девочки не нужны, поэтому их много, рынок достаточно широкий. Они, конечно, относительно дорогие. Если меня смотрят мужчины, я уже говорил, что девочке-истеричке надо обязательно платить, подкреплять вознаграждение ее труды за свой внешний вид деньгами. Но, тем не менее, в принципе, нет ничего такого, да, сверхпроблемного с ней закрутить. И, в принципе, это нужно далеко не всем мужчинам, если так задуматься. Либо, ну, там, на определенном этапе взросления или психологического становления, может быть, даже в позднем возрасте, для закрытия генштальта мужчине нужно на определенный период такую женщину, но она очень быстро надоест. Поэтому вот останется надолго с ней, либо эпилептоид, которому вот нужно, ну, он понимает, что ему конкретно нужно, и он ее оставляет. Ну, просто как бы о чем? Ну, нормально же все устраивает, в принципе, функции выполняет. Ну, и либо нарцисс. Какие-то другие типы личности, видите как, они как бы, ну, могут совершенно случайно с кем угодно с атаковаться, и с шизолом, вот. Но вот так вот специально, целенаправленно искать вот этих вот губастых инстаграмщиц будут. Ну, понятно, что истерики тоже будут хотеть, истеричек. Ну, и вот нарциссы да эпилептоиды. Остальным это может быть, ну, мало интересно, и там залетные какие-нибудь эмотивы, которые решили в одночасье влюбиться в нее и стихи посвящать. Вот, дорогие друзья, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и да пребудет с вами здоровье, а я вас жду на своих онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok